Михаил Лобаков обвиняется в совершении двух преступлений. В ноябре позапрошлого года он угрожал жене убийством. В январе прошлого убил с особой жестокостью. Подсудимый нанес Есения вилками и кухонными ножами не менее 41 удара, ногами не менее 20. Причем практически сразу девушка была парализована. Она упала на пол, но оставалась в сознании и всю ночь терпела издевательство. Суд посчитал Лобакова виновным по обеим статьям. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Лобакову Михаилу Александровичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с ограничением свободы, на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ранее Лобаков уже был судим за побои. Его отправляли в колонию строгого режима на 4,5 года. Несмотря на такое его прошлое, полиция не приняла достаточных мер после жалоб Есении Лобаковой на угрозы мужа. Это уже стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Халатность». Судья же вынес частное постановление. Обратить внимание начальника УМВД России по Иванской области на нарушение закона, выявленное при рассмотрении уголовного дела в отношении Лобакова, необходимость принятия мер по выявлению на территории Иванской области, причину условий, способствовавших совершению преступлений, проведение профилактических мероприятий с лицами и склонными к их совершению. Обвинение на этом процессе представлял областной прокурор. Он согласен с приговором суда и не будет его обжаловать. А вот подсудимый Лобаков попросил адвоката подготовить апелляционную жалобу.